А сейчас слово руководителю Лиги Героев, команды-организаторов всероссийского проекта забег.рф Ксении Сергеевне Шойгу. Пожалуйста. Здравствуйте. Ну, действительно, Татарстан для нас стал любимым субъектом. Здесь самая красивая трасса гонки героев. Мы будем продолжать сезон и завершим его чемпионатом, всероссийским чемпионатом, этапом чемпионата. В августе мы благодарим Казанский марафон за огромную поддержку, за то, что вы влились в этот большой проект забег, соответственно, был с единым стартом в 10 городах от Москвы до Владивостока. И по нашей версии мы старались считать честно, но тем не менее, как бы мы не пересчитывали результаты, все равно Казань победила с огромным отрывом. Мы не ожидали таких результатов. Действительно, самая спортивная столица, очень много людей бегает, очень быстро, очень долго, потому что тот кубок, который на данный момент будет вручаться, мы вычисляли, ну, было три критерия, по которым мы определяли беговую столицу. Во-первых, это количество людей в пропорции от проживающих в городе, сколько людей участвовало в мероприятии. Второе, сколько они все совокупно пробежали, какая дистанция была, они выбирали дистанцию в 3 километра или все бежали в марафон. И за сколько они пробежали, это общее время. Вот. Ну, действительно, как мы сегодня говорили, если Казань по данной статистике набрала 50 баллов, то ближайший предшественник, ну, преследователь Москва набрала всего 19, соответственно, тут низкий поклон. Мне кажется, что никто никогда не обгонит, я надеюсь, по крайней мере, но в 20... Низкий поклон Москве, что она нас не обогонит. Ну, 20 мая 2018 года будет следующее мероприятие. Я надеюсь, мы уже начнем готовиться прямо сейчас для того, чтобы сделать это еще лучше, еще красивее, еще более массовое мероприятие, и мы развиваем бег по всей стране, в Татарстане в частности. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.